Одесский Черноморец уступил Житомирскому Полесью во второй игре товарищеского турнира Винтеркап 2022. По сравнению с матчем первого тура против харьковского металлиста Роман Григорчук произвел две замены. На правый фланг атаки вместо Дмитрия Юсова вышел Николай Маразюк, а на позиции центр форварда Назария Русина заменил Мартин Питков. Команды начали без раскачки и уже на шестой минуте мяч побывал в воротах Евгения Паста. Впрочем, судейская бригада справедливо зафиксировала офсайт. После этого момента инициатива надолго перешла к морякам. Руди Пожиг-Вансаш сместился с левого фланга в центр и нанес обводящий удар по воротам Полесья. Голкипер оказался на высоте, на 12-й минуте голевой шанс упустил Цони, в который головой не попал в свободный угол. Не реализовал Борислав моменты, когда пытался замкнуть дальнюю штангу. Досадное падение вместо ударов касания. На исходе первого получаса забивать мог Гео Цитайшвили. Житомирскую команду спасла штанга. А через минуту необъяснимым образом по мячу с метра не попал Мартынович. Правда, на перерыв Черноморец мог уйти в качестве проигрывающей стороны, но где-то не повезло Шасталу. Где-то мастерство демонстрировал паст. Во втором тайме наставник одесситов произвел несколько замен, после которых Георгий Цитайшвили переместился с левого фланга защиты на правый фланг атаки. И забил. Ванцаш отдал передачу под левую Гео. Далее последовали пару успешных финтов и мощный выстрел в дальний угол 1-0. После забитого мяча игра немного успокоилась, но черно-синие были ближе к забитому мячу. Ванцаш и Гео упустили свои моменты. Увы, удержать победный счет Черноморец не сумел. Опытнейший Гитченко на 88-й минуте замкнул головой на вес левого фланга 1-1. И подопечные Григорчука снова отправились бить после матчевой пенальти. К сожалению, одесситам не повезло. Они уступили 4-5. Получили второй очко в турнирный зачет, но лишились шансов на победу в турнире.